Здравствуйте, скажите, пожалуйста, кто у вас сегодня самый старший? Самый старший из кого? Из какого подразделения? Из тех, кто отвечает за деятельность данного отделения. Ответственность от руководства? Да. Из руки Игорь Леонидович. Сейчас подойдет моя доверительница. Можете вы позвать начальника? Какого начальника? Ну, вот этот, который старший, с которым мы переговорим. Ответственность от руководства отдела? Да, да. Ну, который отвечает за деятельность вашего отдела. Ну, как вы сказали, фамилию. Вот с ним переговорить. Сегодня он, завтра, например, другой будет? Да все равно. Тот человек, который сейчас на службе, который может прояснить те вопросы, которые мы сейчас зададим. Сейчас я позвоню ему, если он в отделе только. Ну, если не он, значит, кто-то другой. То есть нам любой человек, который будет, скажем так, отвечать за деятельность вашего отделения... Ответственность от руководства в суде? Ну, за него кто-нибудь. За него никого. Нет никого подменного. Такого нет. Найдите. Найдите. Найдите человека, который отвечает за деятельность вашего отдела. Значит, найдите вот график приема от руководства состава. Полный там висит и начальник, и заместители. Вы можете его называть как угодно. Начальник, дежурный, ответственный. Позовите человека, с которым мы будем решать вопрос. С поводу чего вы будете решать вопрос? Был поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела. Было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Потом оно было отмениено. Соответственно, сейчас должна быть какая-то... А кем вынесено? Какой службой? Вы знаете? Ну, естественно, вот у нас все есть. Ну, давайте мы вам покажем. Просто так будет прочно. То есть, мы хотели бы переговорить вот по поводу вот этого последнего ответа из прокуратуры. Потому что все сроки уже прошли на то, чтобы принять решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Да, органам дознания написано, я вижу. Там самая важная информация о том, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено, я так понимаю, 1 ноября. Сегодня у нас... Какое у нас случилось? 23. 10 дней прошло максимальный срок на проверку и тому подобное. Соответственно, должно быть принято решение. А заявитель, фамилия заявителя как? Там указано вот. Мне просто интересно, когда у них уже терпение кончится, они сделают то, что положено. Да, интересно. Заместительница службы участковых выносила отказной, я посмотрел. Повторная отказная что ли опять? Нет. Да я не знаю, повторная это или нет. Но от какого числа? От 26.09. Но это уже отменено их отказом. Ну, возможно. У меня такой информации нет. Вопрос не о том, какая у вас есть информация. Тайная, следствие и тому подобное. Нам надо просто знать, возбуждено уголовное дело, да или нет. Если оно возбуждено, то мы спокойно сидим, ждем расследования. Если оно не возбуждено, мы начинаем дальше давить, все-таки получить персональные данные и в порядке гражданского судопроизводства решать ту проблему, которая у нас есть. Все очень просто. Мы сюда пришли почему? Потому что прошлись сроки, которые предусмотрены УПК. Вы знаете, да? 141-я, 145-я статья говорит о том, что должно решение быть принято в течение трое суток. Можете написать заявление об озвучивании? Не будем мы писать заявление. У нас заявление написано уже какого числа? Не знаю. Очень много написано заявления, там, два месяца тому назад. Прокуратура уже неоднократно выносила вам указания на то, чтобы нарушены ваши... Вы предложите написать заявление еще раз об ознакомлении или ознакомиться с графиком приема? Смотрите, смотрите, нам не нужно график приема. Мы знаем, как график приема существует. Мы сюда пришли, я первый вопрос, который вам задал, нужен ответственный человек, с которым мы будем разговаривать. Послушайте меня. В смысле, что значит не будет общаться? Будет общаться именно тот, который должен общаться с любыми гражданами, которые приходят. Я не знаю, с кем вы разговаривали. У меня вам доверять нет основания. Потому что лично вы, послушайте, лично вы, когда стоял ваш этот Бухаров при вас, вы говорили, прям при нем говорили, он вас по плечу похлопал. Вы говорили о том, что его нету. Он там где-то в проверке находится. У меня это зафиксировано на видео. При вас он вас по плечу похлопал, и вы сказали, что нету начальника. И потом он только уже начал включаться в разговор, когда выслушал, о чем вообще вся беседа была. Что он балабол, понимаете? Он проявил инициативу просто, чтобы с вами поговорить. Да он присутствовал, а вы при нем сказали, что его нету. И сейчас то, что вы там по телефону создаете неудимость, то, что вы по телефону создаете видео, и с кем-то вы там переговорили, мне неинтересно. Вот график приема? Да мне не нужен график приема. Ответственного позовите заявление. Ответственного позовите. У нас конфликтная ситуация. Конфликтная ситуация. Позовите человека, с которым мы будем решать вопрос. Потому что вы на данный момент занимаетесь чем? Пишите заявление. Очковстирательством, понимаете? Посыланием вот этой ручкой. А мне еще раз повторить график? Да не надо мне повторять ваш график. Мне надо позвать ответственного человека. Что непонятного? Я русским языком выражаюсь. Я русским языком говорю. Пишите жалобу на себя. Жалобу принимайте. Пожалуйста, пишите. Устное обращение. Пожалуйста. В соответствии с приказом НВД. Что УГУ? Ну что УГУ? Пишите, я зарегистрирую. Вы русский язык понимаете? Я вам говорю. Устное обращение. Протоколируйте. Протоколируйте. Что непонятного я говорю. Устное обращение в том, что вы... От меня. От Мамаева Владимира Владимировича. Контактный телефон 921-661. Смысл вам его убрать? Все равно вы не перезваниваете. В связи с наличием конфликтной ситуации, я потребовал ваши данные. Пишите. И представьтесь. Не знаю, как вас зовут. Бейджика у вас нет. Он упал. Пожалуйста. У вас он на всех... На всех случаях... Кли... Кли... Клен... Я напишу. Вы произнесите, потому что черное на красном, с моим зрением, через ваше заплеванное, облеванное стекло, я ничего не вижу. Я напишу свои данные. Произнесите. В законе о полиции не сказано, что вы запишете. Произнесите, представьтесь. Звание, должность, вовремя, имя, отчество. Еще раз. Клепцов Артем Сергеевич. Оперативный дежурный. Капитан полиции. Артем Сергеевич, да? Что? В связи с наличием конфликтной ситуации. Артем Сергеевич? Артем Сергеевич. Артем Сергеевич. Артем Сергеевич, значит, в связи с тем, что у нас возникла конфликтная ситуация, Потому что вы отказались пригласить человека, который отвечает за деятельность вашего отделения. Я потребовал у вас пригласить ответственного человека. Вы также отказались. Стали проявлять хамство. Возникла необходимость вызвать ответственного человека? Ответственного человека, понятного человека. Должностное лицо, которое отвечает за деятельность вашего отдела и за действия подчиненных. Другими словами, вышестоящего руководителя, который отвечает за ваши действия. Вы можете назвать его как угодно. Мне нужен человек, который отвечает за ваше действие. Точнее, за ваше бездействие. А я отказался вызвать, да? Да, и начали мне хамить. Для вас это удивление? Вы не знаете, что такое хамство? Нет, хорошо, хорошо. Что, хорошо? Я запишу. Записывайте. Видео предоставлю. Ну, жалобу записали. Теперь оформляйте как положено. Подавайте мне под расписку. Ожидайте, присаживайтесь. Я постою. Не вопрос. Я хочу наблюдать, как вы будете это все оформлять. Вы позвонили в полицию. К сожалению, все операторы заняты. Оставайтесь на связи, вам обязательно ответят. Вы позвонили в полицию. Вызываемый абонент недоступен. Ваш звонок был переадресован на голосовой почтовый ящик. Можете оставить сообщение после сигнала. Полиция. Голосовой почтовый ящик. Охренеть. Они говорят, что их работать не у кого. Да они не работают. Они даже не работают. Уже не говорят, что нам служить. Какие к черту работают. Это наши налоги, да? Сидит тут вот, ручками посылает. Налево и направо. 15. Разговор записывается. Бухаров? Наконец-то появились. Выходите к нам, побеседуем. Я сейчас вопросы служебные порешаю, можно? Порешайте. А то я вам сделаю заявление уже на вашего подчиненного. 112. Мурманск, хорошо вас. Здравствуйте. Примите заявление о совершении преступления сотрудникам полиции. Мы такие заявления не принимаем. Напрямую в полицию позвоните. Не дозвониться, включается почтовый голосовой ящик. Ваша фамилия, имя отчество? Мамаев Владимир Владимирович. Что случилось? Случилось то, что сотрудник полиции на обращение граждан игнорируют. То есть не вызывает даже ответственного, который решает конфликтные ситуации. То есть мы обратились к конкретным вопросам, он просто проявляет бездействие. Я усматриваю в его действиях, точнее даже бездействиях, совершение преступления по статье 285. То есть злоупотребление своими должностными полномочиями в виде бездействия. Соответственно, я хочу, чтобы была проведена проверка, и Следственный комитет принял решение о возбуждении уголовного дела. У нас полиция, куда это дальше уйдет, я не могу сказать. Хорошо, значит данные запишите этого сотрудника полиции. Запишите данные. Сотрудник полиции, представьтесь еще раз, как вас зовут. Вы меня даже не слушаете. Потому что я вам диктую свое обращение. Записывайте его. Потому что я вам говорю, меня вы слушаете? Клепцов Артем Сергеевич, я представил. Клепцов Артем Сергеевич, запишите, пожалуйста, эту информацию. Стоит фамилия? Клепцов Артем Сергеевич. Ладно, давайте отменем. Послушайте меня еще раз. А теперь я вас слушаю. Я вам информацию предоставил, я вас слушаю. Вы меня не слушаете, вы все говорите и говорите. Потому что не надо перебивать, когда я говорю. Я вам передам в полицию, куда это уйдет дальше, я не знаю. Я не знаю, что вы будете делать. Если вы действительно хотите пожаловаться на сотрудника, то это вам нужно обращаться не в службу 112. Я обращаюсь туда, куда у меня есть возможность. Потому что отдел полиции... Ну вот в такой стране мы живем. Понабрали? Не знаю, кого. Да, объявление на Авито. Ну, Бухаров пообещал. Правда, он балабол. Как Бухарова зовут? Дмитрий Павлович. Дмитрий. Дима. Он убежал, наверное. Да, конечно, я чего вам позориться-то не хочет. У них же сразу же кто-то в суде. Кто-то там... Не понос так золотуха. Вообще просто. Отдел полиции встал. Максимум, что они могут сказать, пишите заявление. Тысячу заявлений написано. Приходишь, говоришь. Мы по заявлению, которое написано два месяца тому назад было. Он говорит, пишите заявление. Это может длиться вечно. До бесконечности. Пишите заявление. Вы меня пугаете. Я с заявлением пришла. Я вам уже говорил о судьбе вашего заявления. Плевать им на ваше заявление. Пройдет определенное время, вы будете беспокоиться. Придете, вам скажут, пишите заявление. Вы можете записать номер телефона Владимира. Я не знаю. А прокуратура... Вот это будут... Прокуратура уже дала им указания исправить замечания. Им плевать, говорит, пишите заявление. Вот мы вам бумажки показываем из прокуратуры. Одну бумажку, вторую бумажку, третью. Пишите заявление. Да они зациклились. Да они просто по такому принципу работают. Они берут эти бумажки, заявления, не знаю для чего, и потом их просто выкидывают в урну и никаких действий по ним не предпринимают. А есть ли губернатора? Не смешите. Чего? Не смешите. К Чибису? Да. Но он кроме наборников ничего больше не может решать. Но это давно было. Ну, давно было. Может быть, это было давно, а человек тот же сидит. И также не способен решать никакие задачи. Ну, кроме как там скамейки, там какие-то, там, за пару лямов, там, я не знаю, там, из бюджета отмазывать. Либо установки устанавливать, которые нихрена не греют. Сколько туда денег было. Либо вот эти велосипедные дорожки, которые там краской, там, стоимостью ведра, там, не знаю, этой краски белой, линию провел. Ну, ничего, 2 миллиона или сколько-то миллионов выделили. Ну, все, как бы, организовано движение велосипедистов. Я знаю, МРН-ТВ. У меня вооружение, что будет. Сейчас вам помощник талон уведомления выдаст по поводу вашего обращения. А у нас как продвигается движение с вашей стороны по поводу приема от меня жалобы? Он по поводу вашей жалобы выдаст вам талон уведомления. Какую жалобу-то приняли? Где подпись моя на жалобе? С сообщением распечатать тоже. Ну, естественно, все я сфотографирую, все как положено, фиксирую. И буду отслеживать результат какой. Главное с умным видом взять трубку телефона и повернуться с задницей. Артем Сергеевич, вас не учили принимать жалобы? Сейчас сообщение он в телеканальном виде распечатает, вы распишитесь на нем. А вы не будете распечатать? Вы же приняли у меня жалобу, нет? Нет? Жалобу-то вы принимали. Но я его напечатал, сейчас он распечатает. Там будет ваша подпись. Заявление о совершении преступления, устное, точно так же протоколируйте. Давайте будете его уже выпринимать. Ну, она будет избегать. Я так понял, они не совсем поняли, в какую ситуацию они попали. Что ж такое-то, а? Там работа кипит. Значит, данный гражданин является сотрудником полиции. На кого именно? Ну, фамилия его там. Артем Сергеевич, фамилия я вылетел из головы. Совершил, на мой взгляд, преступление. По статье 285 УК РФ. А именно. Злоупотребление своими полномочиями. Путем бездействия. С целью воспрепятствования. Нормального порядка. Рассмотрение обращения граждан. В частности. Позвать руководителя. Ответственного. За принятие решения. По ранее поданному заявлению. По факту мошенничества. Заявление подано. Точка. Заявление подано. В конце сентября. Сентября. Правильно? 21 сентября. Этого года? Этого года, да. Задыхай. Ага. До настоящего времени. Мне и моему доверителю. Неизвестно. О результатах. Рассмотрение нашего заявления и принятом решении. Как это предусмотрено нормами УПК. На данный момент. Из ответа прокуратуры. Только не забудьте, пожалуйста. Да, 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 конечно. Нам известно, что ранее вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено. Также, согласно ответу из прокуратуры, В отдел полиции номер 3 Было направлено Замечание На нарушение Прав Моей доверительницы Молнар АА При рассмотрении ее заявления Точка Ага Точка Так Любые Наши обращения В отдел полиции Заканчиваются Заканчиваются Очередными обещаниями должностных лиц Данных под видеофиксацию И последующие И последующие Их неисполнение Кроме того Со Со стороны сотрудников полиции Со стороны сотрудников полиции В отношении нас Ага То есть Меня Представителя И моего доверителя Указанного Выше Проявляется Хамство Путем Игнорирования Просьб 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 Сотрудника Полиции Артем Сергеевич Который Его фамилию Укажите Точка Его начальник Бухаров Дмитрий Павлович Дмитрий Павлович Зная о данном конфликте В очередной раз пообещал подойти и устранился Тем самым Тем самым Проявил крайнюю форму неуважения и хамства Запятая А также Поощрение Незаконных действиях своих подчиненных Точка Имеется видеофиксация данного события Можно просто бланк по надзору? 60-90 позвонили? Да Не отвечают Названивайтесь Так час не отвечают Мне на работу надо Вы мне просто бланк дайте Я отмечусь Так они не отвечают Позвоните еще раз Данного события Вот меня человек Отвлек Сбился Данного события Значит По запросу предоставлю Прошу провести проверку В рамках статьи 141-145 УПК РФ Для принятия решения По существу данного заявления По существу данного заявления Данное заявление Данное заявление Согласно статьи 151 УПК РФ Направить в следственный комитет О принятом решении Установленный законным срок И в установленном законном порядке Уведомить заявителя Ну то есть меня Все соответственно Давайте я ознакомлюсь Распишусь Они не ставят на втором экземпляре Отметку о том То что вы подали Как? Вот так Они даже когда в талоне пишут Они искажают Вы пишете заявление о совершении преступления Они пишут Допустим Жалоба там на действие там кого-то Понимаете То есть Они суть даже искажают Вот я почему их заставляю сейчас Вот это все печатать С моих слов дословно Сейчас он будет еще это прочитывать Под видеозапись Потому что Иначе Они столкуют так Что как бы Ну Сами понимаете Вроде как И не приходило Если приходил Сказать пожелания Всего хорошего Благодарю за службу И тому подобное Поэтому Через интернет приемную Отправляйте Так будет Более надежно Ну Если вам не жалко времени Можете так и так Но более продуктивно Более качественно Через приемную Интернет приемную По крайней мере Вы уже четко напишете Текст вас будет Он уже уйдет туда Через много лет Это рук пройдет Регистрация И тому подобное Уже они не исказят Они должны будут Отработать Понимаете А вот на данном этапе Они сейчас могут Исказить до безобразия Я почему говорю о том Чтобы направить Заявление в Следственный комитет Потому что Они этого не сделают Они Якобы Начнут брать Объяснения Среди своих же Понимаете А это дело Должно рассматривать Следственным комитетом То есть И брать сообъяснения А можете зачитать Я очки забыл Ничего не вижу Здорово Только на слух Воспринимаю информацию Читайте Я ж вам сказал Я не вижу Зачитайте Я напишу С моих слов записано верно Мне прочитано Как это предусмотрено? А? У меня нет оптических очков Я не смогу зачитать Что именно? Вы просите Чтобы я зачитала Или что? Нет Вам надо что-то Заявление писать? Вы меня игнорируете Молодой человек? Читайте Я вам что Русским языком Неправильно сказал что-то Или что? Зачитайте До конца доведите Принятие от меня Обращение устного Выбирайте Прочитаю В смысле? Что мне еще сделать? Может мне штаны снять? И снимать Да мало ли что ты Разрешаешь Не разрешаешь Тебе сказали Приньми от меня обращение Ну так Зачитай Что там написал Что? Не буду Не буду Ты что? Орел Надоело работать? Обиделся что ли? Ну ты красавчик Ты сейчас лысого своего переплюнешь Коллегу из отдела полиции номер один Зови ответственного Он зачитает Как тебя зовут? Давай начни с этого Не представился до сих пор Я не отмечусь Да они тут все обиженные по ходу дела Понятно Почему то Клепцов у него тут принимает Вроде принимал этот товарищ А пишет Клепцов якобы принял Сотрудник полиции Ты скрываешь свои данные Или в чем проблема? Почему чужую фамилию ставишь А не свою? Ты давай не тупи Игнор не включай Ну так аккуратненько исправь Поставь свою фамилию Для начала представься Как тебя зовут Здесь хотя бы не позорься Закон о полиции исполни Отработай как положено Давай без этих обидок Давай иди сюда Камеру уберите пожалуйста Я не уберу камеру Давай Да что ты как девочка Буду не буду Давай уже не ломайся Фамилия как твоя Представься Я прочитаю Если увижу Прочитай я не вижу На красном Черный я не вижу Со своим зрением я не вижу Закон о полиции Говорит о том что ты должен Представиться Не уберу И на ты не переходи Не хами мне Дайте заявление Давай не тупи Представься Закон о полиции Исполни Че такое? Че тут пальчики не показываешь? Я говорю Представься для начала Капитан полиции Так капитан полиции Дальше Громко скучи Связь чтоб тебя слышно было А? Капитан полиции Дальше Это достаточно Ты это решил сам? Слушай Ну я тебе серьезно говорю Ты вылетишь как пробка Да пофиг Вылечу вылечу Ну слушай Это первый такой у меня попался Тебе хоть отдупляли Хоть чуть-чуть Этот просто допрашивается Капитан полиции Я понимаю что тебе пофиг Тогда может ты сразу Заявление свое положишь На увольнение Давай за эту банку Сейчас будут жалобы еще писать на то что Не представился и так далее Сейчас хотя бы подфоткай Что это такое Дома буду читать с лупой А то скажут не писал и тому подобное Ладно зафиксируем что отказался зачитать Талончик как положено Неизвестный мне сотрудник полиции Потом продолжим жалобу писать А? Присаживайтесь Да я постою Что ж вы за мне так беспокоитесь Не в том месте Не в то время Что стоите Будешь игнорировать меня дальше или как Ну регистрируйте Сколько обычно у вас уходит времени для того чтобы зарегистрировать? Сколько времени уходит обычно? А какой заявитель? Ну вот такой как я Может долго Долго да То есть вот в открытую ердичит в открытую хамит по большому счету Артем Сергеевич на вас заявление подано Хорошо Прекрасно Артем Сергеевич поскольку вы освободились примите от меня обращение в виде жалобы на вашего коллегу О чем? О том что отказывается представиться Назвать свою фамилию Ну отказываться представиться Ну ваш коллега я не знаю как его зовут Ну у меня зафиксировано Ведется непрерывная видеофиксация Более того он много чего тут лишнего наговорил То что сотруднику полиции не позволено говорить На ты переходить хамить В зависимости от того кто подает заявление Зависит сколько он будет выдавать талон Он просто студент почти Он просто не пуганный Артем Сергеевич Вакансии охранников заканчиваются в магазинах Алло Надо спешить Ваш молодой коллега уже тогда по ходу забронировал Артем мы тупим Артем кто первое заявление напишет тот и успеет Да это кошмар Это везде так Просто надо исполнить свои должностные обязанности И вот начинаются эти танцы с бубном Сделаю и не сделаю Прямо я говорю как вот Собрание вот этих девиц Как там в свои времена были Доеволюционные Пансион какой-то Благородных девиц Неизвестный сотрудник полиции Как успехи Я смотрю вы прям не хотите со мной расстаться Не хотят работать Не хотят Я говорю они и отменили это постановление Об отказе возбуждения уголовного дела Понимаете не для того чтобы возбудить уголовное дело А для того чтобы вот Свою задницу выгородить Чтобы Оправдать почему они вам не предоставили На ознакомление материалов Что якобы нельзя Потому что дело то рассматривается И так далее А что так быстро то А? Так получилось Вот здесь жалобы Все у них жалоба Не заявление о своем Для того чтобы в Следственный комитет не направлять Только вы скажите что он не справился Да он не справился Это бесполезно У меня на видео зафиксировано У меня аж Если они не отработают это Очередной повод для Обращения к ним Сейчас еще будет Сотрудник полиции жалобы от меня примите Минуту Минуту ожидайте Минуту? Время пошло Ловлю вас на слово что минуту Иначе станете балаболом Время пошло А вот он тут что-то зачеркнул Бухаров Бухаров то подойдет Дмитрий Дмитрий ваш подойдет начальник Бухаров А пообещал Или вы все здесь балаболы Минута прошла Подождите еще минуту Еще минуту Еще минуту Так может быть сразу час подождать Как водили полицию номер один Два с половиной часа принимали заявление Дежурный придет и возьмет заявление у вас Это прекрасно Я понимаю Но мне нужно чтобы вы взяли заявление Но вы сотрудник полиции Согласно закону о полиции Вы обязаны принять любое обращение от гражданина А или вы не на службе Ну я еще раз говорю что примите заявление Ну регистрируйте и принимайте заявление Я сейчас принципиально хочу чтобы вы приняли заявление Потому что я к вам обратился Вы до сих пор представиться не можете Представьтесь как вас зовут Возможно я не буду на вас жалобу тогда подавать Прощу вас на первый раз Косяков и так достаточно Чтобы вас уволить Сотрудник полиции Давайте назовите свою фамилию Имя отчества Должность звание И на этом как бы На вас жалобу писать не буду Давайте у вас есть такой шанс Исправиться В смысле для того чтобы вам представиться нужно минуту и подождать Не хотите отвечать Так подойдите Уважьте гражданина Который вас стоит ждет Вымогает у вас вашу должность Фамилия и звание Хорошо Вам подойду Ну я тогда уже Ну отменю наши договоренности О том что я не буду писать жалобу Артем Сергеевич примите заявление Жалобу на вашего коллегу Который отказался представиться Я подошел к вам Ну так представьтесь Вы хотите писать заявление Ну так представьтесь для начала Сержант полиции Помощник аппетитного дежурного Алонкин Александр Александрович Как? Александр Александрович Фамилия? Олонкин Включите звуки Что вы издеваетесь что ли? Мы должны тут уши тренировать Представьтесь как положено Помощник аппетитного дежурного Сержант полиции Алонкин Александр Александрович Александр Александрович, вы представились с обознанием. В связи с этим я напишу жалобу. Балабол, понятно, тоже, да? А, из-за оскорбления в мой адрес. Да, оскорбляйте, вы понимаете, нет сотрудника. Ну я знаю, но только для меня это оскорбление. Для вас это нет, это факт, понимаете? Это факт. То, что вы балабол, это факт. А для меня оскорбление, это балабол. Почему? Потому что это не соответствует действительности. Вы будете что-то писать? Конечно. Это называется жалоба, а не что-то. А вы должны были сделать своему коллеге замечание по данному поводу. Недопустимо себя так вести. Согласны с этим или нет? Я регистрирую ваше обращение. Которое? Так вы делаете обращение по факту некорректного поведения? Так я вам давайте продиктую, как ваш коллега записал, потому что вы там что угодно можете записать. Так вы будете делать обращение? Так я делаю, давайте. Диктую. Значит, ваш... Кто он там по должности, я не знаю, точнее, да, по должности? Младший помощник, кто он? При приеме заявления о совершении преступления Отказался представиться Вел себя Некорректно Переходил на ты Ерничал Допускал высказывания оскорбительного характера В адрес заявителя Запятая в частности Назвал балаболом Точка Демонстративно Затягивал процесс Принятия Принятия И регистрации Моего обращения Запятая в том числе Отказался Огласить Запракотоколированное сообщение С моих слов Точка Имеется непрерывная видеофиксация данного события По запросу предоставлю Прошу Прошу Привлечь данного сотрудника К дисциплинарной ответственности В том числе путем увольнения Со службы Со службы В связи с поступком Который Который порочит Звание Сотрудник полиции Точка Точка Все Все Давайте это зафиксируем Потом будет следующее заявление Пойдем уже по вашему высшему руководству Заявление следующее будет на Бухарова Надеюсь не будут отказывать В оглашении А то придется еще раз Жалобу подавать Уже по факту оглашения Так что там у нас по времени Еще есть Нет Я тут могу добиться Бесконечности Ничего будем ждать До последнего С кем поговорить А что А как еще выманивать На удочку Как выловить Сети расставлять Или что Подкарауливать что ли Мошенники Похитили имущество Из квартиры Ну под предлогом Что они Делают ремонтные работы Ремонт холодильников Пришли Сняли плату Ну чтобы Превратить холодильник в хлам Ну без Платы управления Это чисто грудо металла И все Дальше говорят Бабки плати И получишь обратно эту плату Да ладно В прямом смысле Ни хрена себе Где-то не нашли На Авито Да это стандартная схема Уже от этого человека Конкретного Установили как зовут Все-все-все Куча пострадавших Не хотят воспалять уголов пределы Такая-то давно схема Мошенничества известна Вчера столько слышу То есть вымогают деньги На якобы какие-то Оказанные услуги Либо на что-то якобы Подчиненное Хотя по факту Ничего не сломано Ну там разные причины Может быть Там просто перемерзло Можно разморозить И тому подобное Ну Снимают заведомо Исправную деталь Делают вид Что якобы Они там что-то подчинили И заламывают Такие цены Хотя Договоренности О подчинке Не было Дорогой холодильник был? Ну сейчас все дорогое Ну есть холодильники 100 тысяч Стоит Ну все Ну тем более Если там плата управления Естественно Это дорогой холодильник Ну электроника Я такого еще не слышал Я тоже не слышал Да вот это Самая распространенная схема Я не знаю Все на это попадают Вообще Заказывать услуги Через Авито Это очень большая опасность Ну да Я всех мастереров Через знакомых У кого что-то спрашиваю Кого-кому Как отремонтировали Именно через знакомых Которые уже проверены Которые реально Качественно оказывают услуги Потому что тот Человек Который вот этим делом Занимается Он Даже Он даже не понимает Он не специалист Он по сути курьер Который приходит Его научили за 3 дня Как людей обманывать Он приходит Знает в каком месте Открутить отверткой Эту плату И пропасть Он себя выдает Как самозанятая Но Контора на Егорова 13 Кстати Надо сейчас Укровить На каком Егорова Это все Охренеть То есть Мы уже Целое расследование провели Мы установили уже Многие обстоятельства Он дает Одни объяснения У нас есть Это Зафиксировано на виде Его то что он врет То есть мы переговорили С теми ремонтниками Говорит Нету никаких плат Не приносил на ремонт А он пишет Что типа Он все так же гуляет Да Да без проблем Так он так же оказывает услуги Так же всех кидает Ну услуги я имею в виду в кавычках Они сначала отказали Говорят типа Нет признаков мошенничества Обращайтесь в суд Хотим обратиться в суд А не скрывают его персональные данные Которые в материалах дела есть Я им пофиг Он сидит Время идет Зарплата идет Да Если бы их наказывали Они бы справлялись А так им пофиг Я ничего не буду Озвучьте пожалуйста Почитайте Озвучьте Очки забыл Плохое зрение Дальнозоркость Изблизи не вижу Издалека не вижу Ему Можете сфотографировать Пожалуйста Обращение Скажите пожалуйста Вы будете озвучивать Что? Озвучивать то Что с моих слов записали А ну подождите тогда Сейчас озвучим Я поэтому как бы и жду Приема от меня Конечном итоге заявления Ну вроде не отказывает Я распишусь ровно тогда Когда я получу Давайте закончим Я должен зафиксировать То что вы записали Что я не впустую говорил Хорошо Расписаться Что с моих слов записано верно Мне прочитано Все звонки Все звонки Ну консультируется Как себя вести Вот такое ощущение Что я для них Вот прям Какое-то открытие делаю Что заявление Можно принимать устно Что обязаны Зачитать Привыкли вот Бумажку пихнуть Иди пиши заявление И до свидания Александр Александрович Александр Александрович Зачитаете может быть Не Не могу Почему Не умею читать Не умею читать Прикинь Это расценивать Как шутку Ёрничество Или вашу безграмотность Как угодно Как угодно Поле чудес Кто хочет стать миллионером Мы с вами играемся Да или что Александр Александрович Вы будете известны Хотите Сегодня Завтра Увидите себя В ютубе Я вас не слышу Подойдите Как-то скажите Поразборчивый Александр Александрович Что вы там запрещаете Я что-то не понял Александр Александрович У вас губы шевелятся Вы волнуетесь Или что Подойдите Скажите Что вы там Мне запрещаете Я вам запрещаю Запрещать Александр Александрович Услышали Все Он понял Что не прав По факту обращения Гражданина Мобального Проживающего Там-то там-то Телефон указан По факту того Что помощник Оперативного Дежурного Амуркин Александрович При приеме заявления О совершении преступления Отказался представиться Правильно? Да Велся я некорректно Переходил на ты Ерничал Велся я некорректно Переходил на ты Ерничал Допускал За протоколирование Обращение С его слов Имеется непрерывная Видеофиксация Данного события Далее Гражданин Мамаев Просит привлечь Данного сотрудника К дисциплинарной ответственности В том числе Путем увольнения Со службы И с поступком Который порочит Звание сотрудника полиции О принятых мерах Просит уведомить заявителя Вы забыли там дописать Что по требованию Предоставлю видеозапись Ну не зачитали По крайней мере Я вам диктовал это Я эту запись В первую очередь Для вас Для вашего руководства Произвожу Чтобы мне Не быть балаболом Понимаете То есть Когда ваши коллеги Что-то обещают И не сдерживают Я это наглядно Показываю Что балаболы И я за свое слово Отвечаю Какая видеозапись Может быть предоставлена По требованию Предоставлю Не может быть А по требованию Предоставлю Я вам факт говорю Я вам предоставлю Данная видеозапись Может быть предоставлена По требованию Да? Не может быть предоставлена А предоставлю Уберите слово Может быть предоставлена Предоставлю Следующее заявление Будет На Бухарова Начальника Дежурной части Правильно? Так же он у вас там? Ну да Вот на него давайте Ну только уже Это будет заявление О совершении преступления по 285 статье Уголовного кодекса. Обращение по факту чего? По факту совершения преступления по статье 285 путем злоупотребления своих полномочий в виде бездействия и непринятия мер реагирования в отношении своего подчиненного персонала. Это я коротко, сейчас вам продиктую. По факту совершения преступления по статье 285 Уголовного кодекса Российской Федерации злоупотребления своими полномочиями в форме бездействия. Статью мы указали в отношении кого? Бухарова, начальника, как у вас там его должность, дежурной части АП номер 3 МВД России по городу Мурманску. Ну, я думаю, вы знаете данные своего начальника? 23-го, 11-го, 23-го года я со своим доверителем обратился в отдел полиции номер 3 с целью решения вопроса по ранее поданному заявлению о совершении преступления по факту мошенничества. По факту мошенничества, да, в сентябре было подано заявление. В скобочках можете так написать. В конце сентября подано заявление. Точка При обращении возникла конфликтная ситуация Сотрудниками полиции В связи с чем было подано 3 обращения, в том числе заявление о совершении преступления. Подано 3 обращения? Да, ну вот, которые вот, куспы зафиксированы. Хамство, там на вас было подано, на вашего коллегу, на вас было, значит, жалоба и заявление о совершении преступления. Подано 3 обращения. Три обращения, значит, Бухаров Дмитрий пообещал, что выйдет пообщаться с нами по данному вопросу, урегулировать конфликтную ситуацию. И в очередной раз не сдержал свое слово. Бухаров Дмитрий пообещал, что пообщается, да? Да, на видео зафиксировано. Сегодня. Сегодня, вот сейчас мы с вами общались, когда он стоял возле вас. Пообещал, что пообщается с нами, да? Да, прям при вас он это говорил. Точка. Все, мы находимся здесь уже с, так, 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 около двух часов. А така в течение двух часов так и не вышел. Так и не вышел, да. Конфликтная ситуация не разрешена. Запятая, то есть. Вопрос, по которому мы пришли в отдел полиции, не решен. В связи с чем вынуждены покинуть отдел полиции и в дальнейшем обратиться в правоохранительные органы в виде прокуратуры, в надзорные органы в виде прокуратуры. Для принятия мер прокурорского реагирования по соблюдению прав граждан при обращении в отдел полиции номер 3 УМВД России по городу Мурманску. Точка. На основании статьи 141-145, 151 УПК РФ Прошу, следственный комитет провести проверку по результатам которой возбудить уголовное дело в отношении Бухарова Дмитрия Павловича. О, вспомнил, как же его зовут-то. Павловича. Вызвать... Это следующее. Вызвать меня для дачи объяснений с целью более детального рассмотрения ситуации, которая длится два месяца. Точка. Все. Соответственно, так же все, как положено ознакомить меня с написанием. Сразу же зачитаю. Да, да, да. По факту обращения вас, телефон контактный указан, адрес указан. По факту совершения преступления по статье 285 УК РФ со стороны начальника ДЧ ОК-3 УМВД России по городу Мурманску. УХАР ВДП в форме бездействия, а именно 23.11.23 он со своим доверителем обратился в ОК-3 с целью решения вопроса по ранее поданному заявлению по факту мошенничества. В конце сентября 23-го года подано заявление. При обращении возникла конфликтная ситуация сотрудников полиции и чем было подано три обращения. УК РФДП пообещал, что пообщается с нами, однако в течение двух часов так и не пообщался с нами. Конфликтная ситуация не разрешена. То есть вопрос, по которому мы пришли в отдел полиции, не решен. И с чем? Вынуждены покинуть отдел полиции и в дальнейшем обратиться в надзорные органы в виде прокуратуры для принятия мер прокурорского реагирования по соблюдению прав граждан и обращения в отдел полиции номер 3 УМВД России по городу Мурманску. На основании статей 141-145 ст. 1 УПК РФ просит Следственный комитет провести проверку, по результатам которой вы сбудите уголовное дело в отношении Бухарова ДП, а также вызвать для дачи объяснений цель в более детальном рассмотрении ситуации, которая длится два месяца. Правда, вызвать меня, там уточните, что вызвать меня именно, Мамаева Владимира Владимировича. Ну не Бухарова вызвать, а меня вызвать. Понятно, по смыслу. Ну по смыслу, на всякий случай укажите, чтобы была четкая трактовка кого вызвать. Пусть укажут еще о том, что Бухаров именно сегодня обещал с нами общаться. Да, да, да. Да, и там уточните, допишите, что Бухаров именно сегодня пообщаться с нами обещал. Вот, ну, не завтра, послезавтра, а именно сегодня, в момент об... Покажу. Да, и там же тоже допишите, я на то же на это обращал внимание, что три обращения, в том числе, заявления о совершении преступления. Серьезные вещи, ребята, вы здесь творите. Серьезные вещи. Три обращения, в том числе, да? Да, в том числе, заявления о совершении преступления. Надо реагировать на такие вещи, а не заниматься вот этим вот бездействием. Ведь по факту получается, что мы пришли, и мы не можем получить то, что мы хотим. С какой целью мы сюда пришли? Вы отказываете, ваш коллега отказывает, руководство отказывает, все отказываются. Нам что, драться, что ли? Я не знаю, что нам нужно делать? Андрей Сергеевич, вот что нам нужно делать? Вот скажите, вот. Вы же уже приняли решение, да, чтобы в надзорный орган обратиться? Не, ну это крайняя ситуация, понимаете? Ну так не должно быть. В любом случае вопрос должен быть решен. Конфликт должен быть улажен вышестоящим руководством. Оно не должно избегать нас. Оно не должно бояться камер и тому подобное. Получается, они вас подставили, на амбразуру бросили под Мамаева Владимира Владимировича, и вы здесь расхлебываете. Понятно, шишки получите вы. Вот я хочу, чтобы ваш начальник понес тоже ответственность. А то он думает, что если он сюда приходит не по форме, одетый, без форменного амбундирования, думает, что его никто не заметит и его не знает. Я его уже знаю. Я думаю, его узнают в лицо. Я его фотографии выложу. Пускай посмотрят, кто нас служит. Так, подожди. Он сейчас зачитывал. Он же все это зачитывал, а в тексте нет ничего этого. Он что читал? Это другое распечатано, потому что... Ох, как они делают. Смотри, что красавцы творят. Так это надо уничтожить? Он зачитал одно, а дает другое. Да. Сотрудник полиции, как это так можно понять? Вы зачитали одно, даете на подпись другое. Что там другое? А что ты дал? Нет, не 30-й. Он не то вам дал. Мы можем порвать это? Да ради бога. Порвите, потому что что-то тут куча бумаг не поняла. Ай-яй-яй, как нехорошо. Ой, нехорошо вы делаете. Сотрудники полиции, как нехорошо вы делаете? Вот так вот заявления о совершении преступлений пропадают. Александр Александрович, да как это так? Не знаю, не могу вам сказать. Не можете сказать? Я сохранил его. Ну ты видишь, у меня 30-й. Они еще не сохранили мое обращение. Пожалуйста, пожалуйста. Вот благодаря нашей внимательности мы заметили вот это вот. Ну сейчас напишем еще одно заявление. Вот как это может быть? Как это может быть? Как это может быть? Это что-то с чем-то. Андрей Сергеевич, вы решили выгородить своего начальника. Думаете, что он оценит это? Я по-другому не могу это никак расценить. Или вы думаете, он у вас по плечику похлопает еще разочек, как в прошлый раз. Нет? Нет? Я не верю в чудеса, что у вас вдруг и компьютер перестал записывать информацию в виде файла, и ваш коллега начал ошибаться. Прям вот чудеса. Указания, может быть, он дал сверху. Не фиксировать данное мое обращение. Андрей Сергеевич, некорректно себя ведете? Спектакль не получился. Спектакля никакого нет. Да как это так? Вы писали, писали, не сохранилось, да? Не может такого быть. Что за чудеса? Часто у вас такое случается? Или первый раз в жизни? Не часто, но бывает. Бывает, да? Конечно. Там есть автосохранение, я вам открою секрет. Айтишника позовите, он вам восстановит этот файл. Давайте еще раз запишем. Еще раз запишем. Вам понравилось? Ну давайте еще раз запишем. Может быть, вы нам уже деньги будете платить за консультации, не? Давайте еще раз запишем. Давайте запишем, давайте. Ну пишите. По памяти. Заявление о совершении преступления. Обращаю внимание. Заявление о совершении преступления в рамках статьи 141-145 УПК. Не жалоба. Александр Александрович, зафиксировали эту информацию? Не жалоба. Это другой порядок. Рассмотрение, обращение граждан. Я делаю заявление о совершении преступления. В рамках УПК такое рассматривается. Срок рассмотрения трое суток. А не 30 дней. Александр Александрович, молодцы. Моя консультация платная, но для вас в качестве ликбеза будет. Андрей Сергеевич, вы молодцы. Правильно. Молодого подставить под танки. Такое заявление нельзя самим писать. Там, я не знаю, совещание в туалет закончилось, дежурство и тому подобное. Да, ну или Бухарова уже наконец-то позовите. Пускай он все-таки соизволит показать себя в полной красе. Сейчас глядишь, может Бухаров придет? Вообще просто. Испугается заявление о совершении преступления и придет? Как вы считаете? Еще раз. Может быть он испугается и придет все-таки пообщается с гражданами? Не будем доводить, что Следственный комитет будет рассматривать? О том, может вы попробуете еще раз его позвать? Артем Сергеевич? Артем Сергеевич, попробуйте еще раз Дмитрия Павловича позвать сюда, пообщаться. Может быть он освободился? Позможно. Мы же не коварны, мы же не хотим крови, понимаете? Нам нужен результат. Пускай живет, пускай служит. Главное, ошибки пускай исправляет. Слушай, да это кошмар. Заныкали заявление о совершении преступления. А нужно всего лишь дать нам информацию официально под видеозапись возбуждено уголовное дело или нет. Если не возбуждено, пожалуйста, постановление об отказе возбуждения уголовного дела. Потому что если возбуждено, то это уже тайна следствия, соответственно, нам не дадут материалы проверки. Но тогда и мы уже будем спокойно сидеть и ждать покупать холодильник новый и так далее. Потому что это уже уголовное, скажем так, преступление. Здесь уже совсем другая ситуация. вы расписались за получением. Ничего не получили. Да, кстати, они ничего не получили. А уже расписался. А я что-то смотрю, визуально там нет вот этих букв и пупыка. Статья и циферок нет. Я же их четко произносил. А почему я обратил внимание? Потому что вы обратили внимание, что зафиксировано не заявление, а жалоба. Все, вот, нет доказательств, что было подано именно заявление о совершении преступления. О чем я и говорю, что даже подача официально сюда документа Нашли, что ли? Поняли, что я буду повторно диктовать и все-таки нашлось. Все нормально. Вот я об этом и говорю, что ваши эти уловки, они не пройдут. А уловок не было никаких. А что это было? Кто не обманывает. Ну как не обманывает? Подскажите, подойдет, Дмитрий Павлович? Дмитрий Павлович на совещание? Сейчас я пойду тоже на совещание, я ему озвучу вашу просьбу. Нам подождать, постоять вас. Я абсолютно свободна до понедельника. Мы до понедельника в вашем распоряжении. Ждите, завтра придем. Надо только пораньше нам прийти, да? Я просто могу прийти сюда с детьми, которые уже два месяца суп не кушают из-за того, что у меня нет холодильника. И мы можем здесь посидеть и подождать с ними вместе. Взять вас измором так же, как и вы меня берете. А можем целую делегацию собрать. Аталон взяли, да. Давайте сначала почитать. Мы можем как бы всех потерпевших сюда нам известных взять. Как? Надо, нет? Это не мне решать. Ну так а кому решать-то? Слава Богу, что сейчас вы понимаете, что не вам решать. Не тянете на себя одеяло, что я все решу, как там предыдущий ваш коллега Константин. Укажите, пожалуйста, что он пообещал именно сегодня с нами увидеться. Не в течение... Нет, это вы написали, что он пообещал 23-го. Трактуется, как что он пообещал 23-го. То есть обещание было высказано, что он с нами пообщается именно сегодня. Вы напишите, что встретиться и пообщаться. Встретиться мало. Мы его уже сегодня видели, но, однако, не пообщались с ним. А можно исправить здесь жалобу на заявление о кратком содержании? Потому что поступило именно заявление, а не жалоба. Александр Александрович, я же вам объяснил, чем отличается жалоба от заявления о совершении преступления. сроками рассмотрения. А в данном случае и органам, которые будут рассматривать данное обращение. Владимир Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте, прекрасно. Вы форму отделили, это хорошо. Где мы будем с вами общаться? Здесь. Здесь, прекрасно. Потому что, да, я вас позвать не могу, там режимная зона. Да, без проблем. Я с вами где угодно готов общаться? 1 ноября было отменено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по информации с прокуратуры. На сегодняшний момент нам нужно знать, если дело возбуждено уголовное, то мы сидим спокойно и не рыпаемся. Почему? Потому что тот ущерб, который нам причинен в виде, значит, порчи холодильника и тому подобное, то мы, соответственно, ждем и потом заявляем гражданский иск в рамках уголовного дела, ну, либо там по факту, когда уголовное дело будет рассмотрено судом и так далее. Если отказ, повторный отказ, повторный, соответственно, нам нужно все-таки получить персональные данные и в порядке гражданского судопроизводства взыскать все убытки, которые нам причинил данный гражданин. Ну, вы сами понимаете, что на основании 152-го идеального закона персональные данные мы разглашать не имеем права. Давайте я все-таки проведу вам ликбез, потому что очень странно, почему сотрудники полиции не знают очевидные вещи, в частности, в вашем лице, потому что это есть разъяснение Верховного суда. Мы на эту тему уже подали жалобу на вас, да, именно на Панфилову, которая отказала, то есть она также вынесла это дело и спрятала листочками именно то, что нас интересует. Вообще причину нашего желания ознакомиться с материалами дела это именно получить те данные, для которые необходимы для подачи искового заявления. Потому что, если вы говорите о том, что у нас есть гражданско-правовые отношения, это подразумевает предоставление сторонами друг дружки персональных данных, в том числе о том, кто, где проживает, чтобы потом решать вот эти гражданские вопросы в судебном порядке. Это не является какой-то... Я понял, я понял, минуту. Вот, как вас имя отчества зовут? Анна Анатольевна. Анна Анатольевна. Вот вам было показано постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. В данном постановлении написано фамилия имя отчества, адрес проживания лица. Давайте я вам разъясню, давайте я вам разъясню, значит, Дмитрий Павлович, есть такие требования гражданского процессуального кодекса, статья 131-132, в которой сказано, что должно быть указано в исковом заявлении. В частности, помимо фамилии, имени, отчества, должно быть указано год, место рождения и документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт, это может быть водительский... Ну, короче, там большой перечень есть документов, потому что без этого невозможно идентифицировать человека, ответчика, невозможно идентифицировать. Невозможно определить подсудность, потому что по месту жительства подается ответчика. Это если рассматриваем мы в рамках там обычных условий. Если это в рамках о защите прав потребителей, потому что вроде как, если мы будем рассматривать как гражданское дело, то вроде вытекает из защиты прав потребителей. Но тут же возникает вопрос, а может ли оно так рассматриваться? Потому что человек не имеет статуса индивидуального предпринимателя, то, что он оказывает эти услуги законно, помимо того, что мы усматриваем мошенничество, там есть 100% оказания вот этой предпринимательской деятельностью без разрешения. Понимаете? Он себя позиционирует самозанятым, но мы не можем даже получить его ИНН, что он платит налоги, зарегистрирован как самозанятый. Вы это проверили? Ну и конкретно вы кто этим занимался? Одну минуту. Понимаете, вы пришли к нам сотрудникам Деревной части. Мы пришли не к ним, не к этим товарищам. Первый вопрос, который я задал, позвать человека, который будет нам, даст нам ответы на этот вопрос. Потому что этот вопрос уже глобальный. он затянулся, потому что срок в трое суток превратился почему-то в два месяца. Понимаете? Нам нужен человек, который реально решает вопросы, который, если он говорит, он отвечает за свои слова. Понимаете? Если вы сказали, что решим вопрос там такого-то числа, вы должны были это решить. Если Панфилова сказала, она должна была решить этот вопрос. Не надо нас вот вводить в заблуждение и гонять нас по коридорам. вводить в заблуждение не вводит. Так решите вопрос. У меня продукты за окном уже не охлаждаются, а замерзают. Я вас прекрасно понимаю. Я детям заливаю замороженное полку. Я вас прекрасно понимаю. Исполнением вашего материала занимается служба участковых, уполномоченных полиции. Вам нужно связаться с начальником участковых, чтобы он вас... Я вас, давайте я сразу перебью, чтобы вы понимали вообще кто. И вот самое странное, почему я вам должен это говорить, но я вынужден это говорить. Есть уголовно-процессуальный кодекс. Есть разные пути, понимаете? Возбуждение уголовного дела. И кто выносит постановление об отказе, о возбуждении. Ну не участковый этим занимается. Орган дознания. Либо орган... Дворительного следствия. Правильно. А при чем здесь участковый? Изначально, если он это дело рассматривает, подразумевается, что будет отказной материал, и в рамках письма, даже не постановления, передайте дознавателю. Дознавателю передайте и все. Пускай он... Ну это же не я должен делать это. Пускай он назначает... В смысле, а кто это должен делать? Ну не начальник дежурной части должен это делать. Вы, руководитель, найдите вот этого безграмотного вашего подчиненного и накажите. Это не мой подчиненный. Сделайте рапорт. Рапорт сделайте. Вот как пообещала Панфилова, что он делает рапорт на дежурного, вот я хочу выяснить. Сделано рапорт или нет 10-го числа. Наказали Константина этого или нет? Проводится служебная проверка. Проводится служебная проверка. Никто у меня видеозапись не запрашивал. Хотя при каждом обращении я говорю, что по первому требованию предоставлю видеозапись. Ну на самом деле эти видеозапись опубликованы. Ну вот поэтому мы не затребуем. Вот, но я надеюсь, что накажут. Это первый момент. Другой момент. Вот этот беспредел, который сейчас происходил здесь, я это, естественно, выложу, да? И вы должны принять в отношении них соответствующие меры. Наказать. А вот того молодого сотрудника Александра Александровича уволить. Я думаю, будет достаточно информации для того, чтобы вы его уволили. Потому что он прямо говорит, да мне пофиг на службу, на это все. Это на видео зафиксировано. Ну мы рассмотрим. Он меня оскорблял. Я вам только могу посоветовать. Мне советовать не надо. Давайте решим этот вопрос. Но каким образом я могу решить этот вопрос? Я вам вас направляю к начальнику участковых, в чьем подчинение находится сотрудник. Да зачем нас направлять? Мы пришли в конкретный орган, отдел полиции, ну давайте я вас послушаю, хорошо. Чтобы он принял меры к тому сотруднику, который принял решение об отказе и возбуждении уголовного дела по вашему обращению. Он ему подчиняется. И он должен принимать к нему какие-либо меры и разбираться. Давайте я сейчас. Я имею в виду... Нет, в настоящее время, как мне известно, материал проверки, на дополнительную проверку поступил. И сейчас он находится на рассмотрении. Кто конкретно его рассматривает? Я вот так сказать не могу. Дмитрий Павлович, скажите, пожалуйста, мы заявление подавали в отдел участковых? В отдел полиции. В отдел полиции. Начальником порученного... Мне ваша кухня не интересует. У нас есть КУСП, и согласно УПК, оно должно... Наше обращение, наше заявление о совершении преступления по статье 159 мошенничества должно быть рассмотрено в рамках УПК. Само собой. Если оно рассматривается не в рамках УПК, разберитесь. Оно в рамках УПК рассматривалось. Почему участковый это рассматривает, а не орган дознания? Данная статья рассматривается сотрудниками дознания. Они участковыми такими делами не занимаются. Они вообще в принципе не имеют права подписывать это постановление. Понимаете? Ну это опять не к нам вопросы. А кому вопросы? К кому? К президенту что ли? Вы мне задаете вопрос, я не профессионалист. Я еще раз вам объясняю. Слушай, не профессионалист. У вас должно быть высшее юридическое образование. Есть у меня высшее юридическое образование. Значит, вы должны знать. Я знаю. Я вам говорю элементарные вещи. Если подается заявление, я заявление подаю в отдел полиции. Понимаете? В отдел полиции. Я в принципе могу любому сотруднику подать. А дальше должны быть приняты процессуальные меры, как установлено законодательством. Понимаете? Я не должен заниматься, бегать там и выяснять ваши проблемы. Люди сидят здесь. Я вам объясняю, что не надо нас посылать. Я вас никуда не посылаю. Мы вот уже расцениваем как неуважение. Я вас никуда не посылаю. Потому что мы не должны ходить в прокуратуру, к начальнику, третьему. Мы не должны этим заниматься. Мы подали заявление. Должны получить установленным законом срок ответ в виде возбуждения уголовного дела постановления и привлечения в качестве потерпевшей. Либо в отказе. А если в отказе, значит мы должны иметь возможность проверку, зафиксировать материалы проверки и обратиться в гражданском судопроизводстве. Ну порядок такой существует. Я ничего не придумываю. Мы не должны заниматься решением ваших вопросов. Именно ваших вопросов. Воспитанием ваших подчиненных. Ходить туда и тому подобное. Просто мы подали, у нас есть куст. Время прошло. Пожалуйста, отчитайтесь перед нами. В письменном виде, как мы в письменном виде вам обратились, точно так же отчитайтесь перед нами. Не посылайте нас никуда. Пожалуйста. Я вас очень прошу. Я вас вообще не посылаю никуда. А что это такое? Я вам просто объясняю, что было принято решение первоначально об отказе возбуждения уголовного дела. Вам в установленном порядке должно было прийти уведомление о принятом решении. Нет, оно у нас есть. Мы с этим уже разобрались. У нас сейчас уже есть новое сообщение из прокуратуры о том, что отменено это постановление. Отменено. В стадии возбуждено. Повторный отказ. Проводится проверка сейчас. Я так предполагаю. Ну сколько? А, вы предполагаете, сколько она может проводиться? Есть сроки, понимаете? Десять суток. То есть решение принимается в течение трех суток. Если требуется проверка, которая, кстати, уже проводилась, то до десяти суток может быть отложено принятие решения. Я понял. Вы исключите их до месяца. Давайте мы сейчас не будем тратить ни ваше, ни наше время. Я завтра. Мы уже готовы тратить время. Я завтра. Вы тратите месяцами. Я завтра вам до обеда отзвонюсь, в какой стадии находится ваша допроверка. Если вас... А вы мне скажите, вам можно верить? Ну, это уже... Ну, в прошлый раз, точно так же, 10 числа говорили, что вы позвоните. Вы мне не звонили. Мы с вами договорились на вторник. Я здесь во вторник стоял до девяти вечера. Вы мне звонили? Так я вас-то ждал. У меня все документы, все были здесь. Вы кому-то позвонили? Нет. Мне же все зафиксировано. Не позвонил. Потому что зачем нам ходить, если нет результата? Мы должны были знать заранее. А есть ли смысл приходить? Понимаете? Уважать надо. Вот Панфилова, несмотря на то, что она нам отказала, но она хотя бы позвонила. То есть здесь ей уважение, что она сдержала свое слово, позвонила и сказала, приходите. Да, то, что она там у себя ввела, неграмотно закрывала листочками, значит, эту персональную информацию, это, конечно, она не права. В связи с этим мы подали обращение в прокуратуру, чтобы они, так сказать, провели ликбез, что такое персональные данные и что персональные данные в рамках рассмотрения уголовного дела, либо там вопроса возбуждения уголовного дела не распространяются. То есть, когда рассматривается в рамках УПК, вот этот закон о персональных данных, он не действует, понимаете? Вы не оператор, скажем так, по сбору информации. Это разные вещи, не надо все в одну кучу мешать. Давайте я завтра с утра узнаю, в какой стадии находится до проверки и вам позвоню. Вы мне просто скажите, вот просто логически, вот включите ум, значит, через суд я могу знакомиться с материалами дела, а через полицию я не могу знакомиться с материалами дела. В чем логика? Вы точно такой же орган, как и суд, понимаете? То есть, у вас, ну, есть разные, скажем так, разная подведенность, подсудность, то есть, допустим, административное дело, да? В каких-то случаях рассматривает участковый, в каких-то, ну, там, сотрудник полиции, в каких-то случаях суд рассматривает, в зависимости, какая статья. Но никогда не было препятствий, чтобы я прихожу и хочу ознакомиться. Нет, у меня был один раз в Оренгорске, там дурканули тоже, но там они сразу все поняли, в итоге открыли, я всю информацию получил. Но здесь приходится, я не знаю, пробивать, просто пробивать. Зачем это делать? У вас вопрос ко мне конкретный, в какой стадии завтра я вам позвоню? Давайте я уточню свой вопрос. В какой стадии, если в стадии возбуждения, если в стадии возбуждено уголовное дело, Ну, это вам бы уведомление уже пришло. Так, если в стадии отказа на возбуждение уголовного дела, соответственно, мы должны получить новое постановление, потому что мы его имеем право обжаловать, в том числе прокуратуру и так далее, а можем не обжаловать. Но если мы его не будем обжаловать, понимаете, мне интересно, чтобы все-таки вот этот позор по поводу отказа возбуждения уголовного дела передать в суд и в суде установить факт мошенничества, когда там будет на данный момент пять потерпевших, которые же точно так же кинул этот, как его, Галимов, кинул, понимаете, кинул. То есть, он до сих пор скрывается с ихними запчастями, деньгами и тому подобное. Почему? Он до сих пор ничего не сделал, он не вернул имущество. Понимаете? Понятно, что там теле это, ну, более того, смотрите, вы обратите внимание, в объяснениях он пишет, что он сдал в ремонт, а потом мы приходим на видеозапись с тем человеком, которому якобы сдал в ремонт, мы зафиксируем, что он не сдавал в ремонт эту запчасть. Он потом сам говорит, что он не сдавал в ремонт. Понимаете? Он врет в наглую, врет, дает вам наглые объяснения, вранья, и вы это все хаваете. Возникает вопрос, что вы крышуете. Понимаете? Такой вопрос напрашивается. Почему вы наглую ложь берете и принимаете за истину и в связи с этим отказываете в возбуждении уголовного дела? Почему? Где там гражданские правовые отношения? Если бы были гражданские правовые отношения, давно бы уже иск был в суде. Был бы договор, хорошо, устный бы был договор, но мы бы знали бы его данные, он бы их не скрывал. Сам факт, что он скрывает, от нас скрывается, свои данные скрываются, это все зафиксировано на видео, на аудио. Понимаете? Это говорит о том, что нет у него цели какую-то. Он изначально планировал мошенничеством заниматься и он продолжает этим заниматься. Он приходит на квартиры по объявлениям на Авито. Владимир Владимирович, от меня вам нужно конкретно знать, я правильно понял, что... Мне нужно, чтобы было возбуждено уголовное дело... Это уже не ко мне вопрос. Понятно, я просто... Говорите, что нужно. А так нам нужна официальная информация, установленная законом сроки и не препятствовать нашим правам, в том числе на право ознакомления с материалными делами, со всеми материалными делами, без каких-либо ограничений. Потому что УПК не содержит и другие нормы права не содержат ограничения в полном объеме, без ограничений по времени и по содержанию. Ну, понятно, за исключением там, где это конкретно оговорено федеральным законом. То есть, государственная тайна там, если это там рассматривается уголовное дело закрытое, там даже... Ну, там есть определенные моменты, но это прописано. Ну, это закон о персональных данных и УПК, процедуры в рамках УПК Верховный суд дал на эту тему разъяснение. Почитайте, я специально закрепил этот комментарий с этим разъяснением и Панфиловой в личном сообщении через ВК направил. Хотите, я вам могу в личном сообщении на ВК отправить. К интернету доступ есть? К интернету у нас доступ есть? Ну, вы там выходите? И вы что думаете, я не знаю вашу страницу ВК? Не знаю. Ну, я знаю. Я говорю, я могу вам сообщение отправить без проблем. Да не надо, спасибо. Не надо? Нет. Я сам интересуюсь мне информацией. Ну, все. Давайте, мы не будем затягивать время. Завтра в течение до 12, до 11. Я сегодня постараюсь выяснить. Ну, я надеюсь, что это все-таки сбудется. Если вы не позвоните, что вы хотите? Я позвоню. Я позвоню. Мне просто честно говорю, даже для камеры мне вот ваше постоянное хождение здесь не нужны. Наконец-то вы это поняли. Наконец-то. Я вам постараюсь помочь, потому что нам, ну, вот из-за этого не хочется своего мечтания. Наконец-то мы достучались до вас. Что лучше по-мирному. Всего хорошего. До свидания. Как он не хотел выходить. Смотри, и форму одел. Наверное, домой за формой бегал. КОНЕЦ КОНЕЦ